Каждый четверг в 9.40 в эфире «Царь, которому легко». Это Анна Лепикина, наш психолог, царь в своей теме. И как всегда, ну как в последнее время зачастилась, вопрос в студию сегодня такой. Мы его определили, как вопрос про типы личности, зачесалось у людей. У меня есть вопрос к психологу. Вот говорят, что кому-то дано от природы, что-то кому-то дано от природы, я имею в виду какие-то черты характера положительные, кто-то находчивый и может вынести свою выгоду из любой ситуации, кто-то талантлив в общении с людьми и может уговорить любого делать так, как ему нужно, ну и так далее. Это правда от природы или все-таки можно в себе эти качества без особого труда воспитать за короткое время? Если да, то какие качества личности можно в себе прокачать, а какие бесполезно пробовать? И все вот эти тренинги по достижению успеха, я так понимаю, где как раз прокачиваются какие-то такие качества, «развод» в кавычках, да, или есть в них нечто полезное? Анна, ваше мнение экспертное? Такой вопрос просто шикарный. То есть, во-первых, про то, я обусловлен как человек или я свободен? Вот раз меня таким родили, воспитали и все такое прочее. Все безнадежно, да, или я могу над собой работать? Или все-таки можно вот на что-то повлиять? И смотрите, очень интересно, да, если я скажу, ну нет, парень, все, вот какой, ну вот все, какое есть, такое есть. Пожмет причем, и дальше пойдет, а что идет? Нормально ответственно. Вот, и про тренинги тоже такой очень глобальный вопрос. Все они как хороши или все они плохи? Во-первых, да, они все разные, мне кажется, все-таки. Ну, давай на две части разобьем. Первая, про что там обусловлено. Про качество, которые можно к себе воспитать, а какие нельзя. Ну, вот эти вопросы, они так давно, вот сколько существует психология, еще там философия и так далее, не столько времени людей и волнует. Ну, сейчас начнется традиционный ответ профессионала, типа, ну, а этот вопрос, нет однозначного ответа, но. Есть более-менее вероятные версии. Ну, давай по версиям. Ну, поверьте, ну, так, самая такая она привычная категория, это темперамент. Слышали же про такое? Холерик, флегматик, оно? Да, да, да. И вот еще, по-моему, Гиппократ их разделил, причем по видам жидкости преобладающей. Очень интересная была тема, например, если больше лимфы у человека, флегма, то это флегматик, если желтая желчь, то это холерик, если крови, то сангвиник, а если черный желчь, то это меланхолик. Он вот так вот это все определял. И для того, чтобы определить, типа, человека нужно было вскрытие. Ну, я не знаю, каким образом он пришел, какие ставил эксперименты на него, что все-таки больше. Он был сангвиником. Пока ты жив, как бы ты не узнаешь, кто ты. Гипотезы, гипотезы какие-то такие. Ну вот, и зачем все это он делал? Для того, чтобы предугадать поведение человека. То есть, если тебя определили уже, что, наверное, он холерик, то, скорее всего, он будет какой-то такой возбудимый, эмоциональный, страстный, порывистый. Я слышала версию, что не бывает каких-то одних типов, что все смешанные. Смешанные, да, в основном. Да, они смешанные, но с каким-то преобладанием какого-то полюса. И вот если мы говорим про вот эту старую классическую классификацию, да, то вот вспомните Д'Артаньян, Три Мушкетёра. Вот там прям как раз чистые типы показаны. Д'Артаньян, холерик, весь такой взрывной, страстный. Сангвиник, портос, который веселый. Ну что, друзья? Флегматик, атос и меланхолик, арамис, которые очень чувствительные, раненые, нежные. А потом, когда у нас был такой всплеск естественных наук, Павлов, он решил привязать вот это вот понятие темперамента к свойствам нервной системы, к свойствам он начал изучать, свойства клетки. То есть, что дается нам от природы, насколько нервная система сильная, то есть, насколько мы можем выдерживать такие нагрузки. Насколько мы можем себя ломать? Нет, не себя ломать, насколько ты долго можешь выдерживать стресс, нагрузку какую-то. Какие-то люди дольше могут, какие-то меньше могут. Вот это говорит про силу нервной системы. Потом есть такое понятие, как подвижность. Насколько быстро ты можешь переключаться между разными процессами. Вот есть люди такие, они называются лоббильные, которые очень-очень быстро у них переключаются, эмоциональные состояния, у них быстро переключаются. Поплакал, посмеялся. Да-да-да, а есть, они быстро могут менять свои установки, что-то. О, я понял, сейчас я буду делать по-другому. Есть люди ригидные, они называются. Это те, у которых очень медленно всё сдвигается. То есть, они долго врабатываются, потом долго устойчиво работают, потом долго выходят из процесса. Вот такие вещи. Кому нужно воспитывать в себе вот это вот долго выхождение из процесса? А слушай, а вот стабильность и устойчивость, она вот в этом и есть. Способность долго держать нагрузки. Переключаемость – это не всегда быстро, а хорошо. То есть, в разных ситуациях разные вещи хороши. И способность, вот у кого-то быстрее возбуждение наступает на какой-то стимул, у кого-то торможение, кто-то тормозится очень быстро. Но вот эти базовые свойства, они считаются, вот оно как дано, так дано. Генетически передалось. То есть, сангвиник не может из себя холерика сделать? Вот если, ну, скорее всего, да. Это будет актерская игра какая-то, но по-настоящему. Но, вот смотри, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, они проявляют себя одинаково, независимо от рода деятельности. Вот может быть холерик убийца, может быть холерик учёный. То есть, вот это некая база. Разве нет статистики, что там среди убийц больше всего там таких-то? Мне она неизвестна. Может быть, она, конечно, существует. Ну да, ну смотри, дальше что происходит? Дальше вот человек вот так биологически заданный, он попадает в определённую среду, где его воспитывают, где есть там культура и так далее, и тому подобное. И японский холерик, например, от итальянского холерика будет очень сильно отличаться, несмотря на то, что они биологически могут быть совершенно одинаковые свойства нервной системы. Понимаешь, потому что культура разная совершенно, семьи разные. Это уже с воспитанием связано. И к этому мы перейдём по старику. Четыре. В утре пятьдесят четыре, как всегда, по четвергам наш психолог Анна Лепихина. Сегодня обсуждаем типы личности, что в себе можно поменять, чего, увы, нельзя. Поговорили в первой половине беседы о том, чего нельзя. А всё-таки изменить это какие-то основные типы твоего характера, темперамента, холерик, флегматик и так далее. Скорее, скорее, свойства нервной системы. Нет, нет, ну а всё остальное, мы уже говорили, что от воспитания зависит. Ну да, 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 характером на многом закладывается воспитанием. И характер это что такое? Это некий комплекс поведения, который обычно человек демонстрирует по отношению к тебе, к другим людям, к деятельности, к вещам. А личность это уже характер плюс ценности, мотивация и способы достижения. То есть зачем человек вот так себя ведёт? Ну да, способы достижения своих целей мы можем поменять. Да, мы можем поменять способы и мы можем менять характер. И меланхолик может в себе воспитывать устойчивость определённую, да, к нагрузкам. Флегматик может тренировать в себе сензитивность, чувствительность эмоциональную. И это всё возможно. Вот единственный вопрос, вот смотрите, у каждого есть какой-то свой диапазон. Флегматик, он дойдёт до какого-то потолка, который, ну, для меланхолика, его даже тренировать не надо. Меланхолик так сразу будет чувствительный, понимаете? Но продвинуться совершенно точно можно в том направлении, в котором ты считаешь для себя нужным. И вот здесь очень хорошо можно тренировать какие-то поведенческие стратегии. То есть можно научаться новому поведению, новым способам реагирования и способам совладания со своими эмоциями, как собой. Давай на каком-нибудь примере, какое-нибудь качество и какими-нибудь способами воспитаем. Какое-нибудь качество? Ну, например, это может быть стрессоустойчивость, пусть это будет, да? То есть для человека, для него может быть свойственно реагировать импульсивно или замирать. Но если он осознает, какие у него есть стратегии, придёт, например, на тот же тренинг, преодоление стрессоустойчивости, будет тренировать концентрацию, осознанное внимание, какие-то техники mindfulness, то у него появится больше устойчивости и совсем новая стратегия. Я не знаю, насколько я понятно здесь объяснила. Мне кажется, всё равно всегда самое важное на каких-то моментах концентрироваться. Ты, если хочешь себе что-то изменить, ты начинаешь обращать внимание каждый раз на те ситуации, в которых это качество проявляется. Ну, и ты прям себя останавливаешь и думаешь, сейчас нужно повести себя не так, как раньше. Ну, да, да. Способность, как Франкл говорил, только у человека между стимулом и реакцией есть право выбора, свобода выбирать свою реакцию. То есть, да, если ты умеешь вот этот вот брать промежуток между стимулом и реакцией, как-то вот удерживаться и выбирать свою реакцию, то вообще ты прям совсем-совсем молодец. А вот это умение тоже надо тренировать похудеть. Да, да, да. Но оно тоже тренируется. И вот про изменения есть такая классная штука в психологии, называется формула изменений. То есть, каждое изменение, оно вызывает сопротивление. Ну, вот я хочу изменить в себе характер, там, что-то, какую-то черту. Зачем бы мне это было нужно? Это вот некомфортно. Для того, чтобы изменение свершилось, должно совпасть три фактора. Дискомфорт от того, что у тебя происходит. Ну, например, если я очень вспыльчивый человек, да, Мне это как-то должно мешать. Мне это должно сильно мешать в жизни, чтобы я захотела что-то менять. Потом мне должно быть видение будущего. Я должна понять вообще, каким я хочу стать человеком. Вот как я хочу реагировать в таких ситуациях. Допустим, не стакан в стену закидывать, да, а сказать словами «Я злюсь сейчас». Вот это видение будущего. И понимание шагов, как я могу вот этот путь себе простроить. Вот если эти три компонента есть, то любое изменение, оно состоится. Я понимаю, что мне не хватит сказать «Я злюсь». Ну, придумай себе другое. Минимум, придется поорать, что я злюсь. Ну, хотя бы, хотя бы. Хоть будет такой шаг. Ладно, все лучше, чем бить, да, ногами. Сама себе говори какое-нибудь слово кодовое. Выхухоль. Выхухоль. Да, вспомни про выхухоля в нужный момент. Ну, примерно ясно. Ну, то есть быть талантливым в общении с людьми и уговаривать, вот я цитирую, да, из вопроса. Кого-то делать так, как тебе хочется, манипулировать, грубо говоря, людьми. Можно научиться. Навыкам переговоров можно научиться, коммуникациям можно научиться, сдержанностям можно научиться. И любой темперамент этому можно делать. Можно научиться. Но если сангвинику нужно будет меньше усилий, для того, чтобы вот этому научиться, флегматику, нужно будет больше усилий. Ну, понимаешь, что здесь вот есть некая заданность природная и заданность воспитания. Если очень захотеть, можно в космос полететь. И переходим ко второй части вопроса. Все тренинги по достижению успеха, по воспитанию каких-то этих качеств, какие из них реальность, какие из них развод? Ну, я пыталась так по дороге сформулировать. Если вам обещают, что за день, например, или за онлайн-марафон, вы станете совершенно другим человеком, то скорее всего, и при этом еще желательно заплатить, да, там много денег, скорее всего это развод. И продать какой-нибудь продукт. Да, скорее всего это развод, потому что то, что воспитывается годами, не меняется за день-два. Изменения глубинные, это большая работа. И вот я так думала, я бы, наверное, хотела какие-то общие рекомендации в плане выбора для себя какой-то психологической помощи. То есть, во-первых, конечно, хорошо к ней обращаться, раз такой ресурс у нас теперь есть. Мы живем в замечательное время, здесь много вариантов, как ты можешь эту психологическую помощь получить. Важно получать у профессионалов, то есть не стесняться спрашивать об образовании, интересоваться этим. Вот у меня, представляете, за большое время работы только два раза вообще интересовались, у вас, в принципе, образование есть. Не то, что психологическое, да, вообще? Ну, нет, профильное, профильное интересовало, да, людей. Желательно выбирать себе вот такие помощники, человека, который тебе симпатичен, отзываются ценности, отзывается стиль общения, и желательно, чтобы он в том, что он преподает или в чем он помогает, сам был компетентен. Ну, то есть я не буду учиться бизнес-стратегиям у человека-теоретика, у которого, ну, который никогда не трогал реальный... Который в реальный бизнес, да? Да, который никогда не трогал реальный бизнес, например. Или, ну, успешным каким-то супружеским отношением у человека, у которого никогда не было семьи. Вот это... Я наблюдала таких ребят, которые примерно в моем возрасте делали паблик ВКонтакте, как, типа, сделать счастливые отношения. Не знаю, сколько прошло, пару месяцев, может быть. Ну, короче, какое-то время прошло, в общем, ребята давно не вместе уже. Ну, вот, бывает и такое. Конечно, опытный пользователь может научиться взять для себя пользу из любого практически там тренинга или паблика, или чего-то такого. Ну, главное, уметь это все брать. Но вот общие рекомендации такие. И если куда-то вваливаться в какое-то вот такое психологическое просвещение, то важно понимать, зачем ты туда идешь, каких ты хочешь для себя изменений. И соблюдать баланс. Потому что вот часто случается в определенного вида там женских или пикаперских тренингах очень много энергии уходит на то, чтобы получить там, допустим, партнера себе какого-то по жизни. Любого просто отработать навыки. И это может идти в ущерб остальным сферам жизни и там свои самооценки и так далее. Или точно так же в бизнес-тренингах бывает, что вся энергия вкладывается в бизнес, в это время рушатся семьи. То есть понимать, зачем ты идешь, ловить баланс, выбирать профессионалов, тех, которые тебе симпатичны. И тогда все заработает. Ну, теперь все ясно. Спасибо большое. Анна Пихина была с нами. Всех сестра в гостях до следующего четверга. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Можете задавать в нашей группе «Радио 54» ВКонтакте в личные сообщения. Аня на них ответит.